День Икс. Как НАТО репетирует войну с Россией? В последние недели на Западе активно муссируется тема возможного столкновения Североатлантического альянса с Россией. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что война может произойти в ближайшие 20 лет. Глава Минобороны Германии Борис Писториус определил сроки начала конфликта в 5-8 лет. Между тем, немецкое издание Bild, ссылаясь на секретные документы Бундесвера, сообщило, что Германия уже разрабатывает план войны между НАТО и Россией, который может начаться летом 2025 года. Стоит подчеркнуть, что речь идет не о локальном конфликте. Если военные столкновения НАТО с Россией все же произойдут, то это будет полномасштабная война, способная уничтожить всю планету. И в Альянсе к этому готовятся. Уже на этой неделе стартуют крупнейшие учения НАТО StateFast Defender 2024, которые будут имитировать начало Третьей мировой войны. Полномасштабная война в ближайшие 20 лет, о чем предупредил адмирал Бауэр. На прошлой неделе председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр по итогам заседания начальников генеральных штабов стран Альянса заявил, что война с Россией может начаться в ближайшие 20 лет. «Мы должны осознавать, то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией», — заявил Бауэр. При этом, по словам адмирала, к катастрофическим конфликтам следует готовиться не только правительствам, но и гражданскому населению, которое будет мобилизовано в случае военных действий. «Следует разработать систему, позволяющую призывать больше людей на службу, если дело дойдет до войны», — сказал Бауэр. Он также призвал страны НАТО модернизировать промышленность, чтобы в случае конфликта иметь возможность достаточно быстро производить оружие и боеприпасы. «Нам нужно, чтобы государственные и частные субъекты изменили свое мышление и перешли от эпохи, в которой было все запланировано, предсказуемо, контролируемо и сосредоточено на эффективности, к эпохе, в которой все может случиться в любое время. Эпоха, в которой нам нужно готовиться к неожиданному», — предупредил Бауэр. Адмирал также похвалил правительство Швеции за призыв к гражданам готовиться к войне перед вступлением страны в НАТО. Этот шаг, по словам Бауэра, способствовал увеличению числа добровольцев в шведской армии. Разбудить общество. К чему призвал Писториус? Следом за Бауэром о возможном начале конфликта между НАТО и Россией заговорил глава Минобороны Германии Борис Писториус. В интервью немецкой газете Der Tagesspiegel он заявил, что война может начаться в течение ближайших 5-8 лет. «Наши эксперты исходят из того, что потребуется от 5 до 8 лет, прежде чем это станет возможным», — сказал Писториус. Он отметил, что подобные военные угрозы в Европе не было уже 30 лет, поэтому Бундесвер рассматривает все сценарии развития событий. Писториус также сказал, что своим предупреждением о возможном начале войны он хочет разбудить общество. Спустя несколько дней глава Минобороны Германии дал еще одно интервью. В эфире немецкого телеканала ЦИДФ Писториус заявил, что странам Запада необходимо готовиться к возможной войне с Россией в течение следующих 3-5 лет. По его словам, все оценки возможного конфликта НАТО с Россией можно считать приблизительными. Тем не менее, готовиться необходимо уже сейчас. Это только оценка, точно никто не знает. И это время, следующие 3-5 лет, мы должны использовать, чтобы интенсивно вооружаться, — заявил министр. Подготовкой к гипотетической войне Писториус объяснил планы по развертыванию бригады Бундесвера в Литве. Она должна быть в полной боевой готовности в 2027 году, — сказал Писториус. «Стоит отметить, что сроки в 3-5 лет для подготовки к возможной войне озвучивала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По оценкам нашей разведки, это произойдет через 3-5 лет. Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — заявила премьер в интервью британской газете The Times. День Икс летом 2025-го. О каком сценарии рассказывает Билд? О том, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, сообщило немецкое издание Билд со ссылкой на секретный документ Бундесвера. По данным издания, в документе шаг за шагом, месяц за месяцем, описывается, как будет развиваться ситуация. Все может начаться уже в феврале 2024 года, когда Россия развернет наступление на украинские позиции. Это приведет к отступлению украинской армии. Тогда же произойдет эскалация в отношениях НАТО и России. Согласно сценарию, в январе 2025 года на заседании Совета НАТО Польша и страны Балтии заявят о растущей угрозе со стороны России. После этого Альянс примет решение о мерах сдерживания. Летом 2025 года, в день Х, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг Альянса 300 тысяч военнослужащих, среди которых будет 30 тысяч солдат Бундесвера. Предполагается, что конфликт может вспыхнуть на территорию Сувалтского коридора. Речь об участке польско-литовской границы, который с одной стороны примыкает к Беларуси, Гродненская область, а с другой – к Калининградской области России. Вопрос о том, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в сценарии открытым, пишет Билд. Публикацию Билд прокомментировали в Минобороны Германии. В ведомстве не стали отрицать подлинность документа. При этом в Минобороны заявили, что рассмотрение даже самых маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Могу вам сказать, что рассмотрение различных сценариев, даже крайне маловероятных, является частью повседневного военного дела, особенно в сфере подготовки, сообщил представитель Минобороны. В то же время директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс заявил, что в материале Билд изложен учебный сценарий с воображаемой ситуацией для проверки возможностей Альянса. В материале Билд содержится учебный сценарий, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Ранее сценарии были полностью выдуманными, с несуществующими странами и географией. Теперь же применимы реальные страны и география, написал Сартс на странице в соцсети X. Не оставили без внимания публикацию Билд и в Польше. Министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что стран Альянса должны быть готовы к любым сценариям развития событий. Он также сообщил, что Польша продолжит усилия по модернизации своей армии. Так новые власти уже подписали несколько контрактов на поставку вооружений. Эра мирных дивидендов завершилась. На что настраивается Лондон? Министр обороны Великобритании Гранд Шепс решил не отставать от своих коллег в обсуждении военных угроз. На минувшей неделе он заявил, что мир находится в предвоенной фазе, и следующим этапом может стать Третья мировая война. «Через пять лет мы можем рассматривать несколько театров военных действий с участием России, Китая, Ирана и КНДР», заявил Шепс. По его словам, конфликт в Украине поставил на карту сам будущий миропорядок. Китай наблюдает, не потеряет ли Запад терпение. Иран обогатил Уран до 83,7% уровня, близкого к оружейному. А КНДР угрожает расширить свой арсенал. При этом посетовал Шепс, в Великобритании пока нет планов по увеличению численности своей армии. В связи с этим Шепс призвал Великобританию и ее союзников увеличить расходы на оборону. При этом он не смог сказать, когда правительство достигнет поставленной цели по военным расходам в 2,5% ВВП, но обещал, что это произойдет как можно скорее. Эра мирных дивидендов подошла к концу, констатировал глава Минобороны. Имитация Третьей мировой. К чему готовится НАТО? Генсек НАТО Йенс Толтенберг накануне заявил, что Североатлантический Альянс не видит прямой или ожидаемой в скором времени угрозы со стороны России. Тем не менее он отметил, что НАТО наращивает присутствие в восточной части Альянса. По его словам, с февраля 2022 года Альянс преследует две цели. Первая — поддержать Украину. Вторая — предотвратить полномасштабную войну между НАТО и Россией, заявил Столтенберг. Он также подтвердил, что в конце текущей недели страны Альянса начнут активную фазу масштабных военных учений с участием 90 тысяч человек. Как сообщает Евроньюз, учения Steadfast Defender 2024 станут крупнейшими со времен Холодной войны. Маневры продлятся до мая. В ходе учений будут отрабатываться действия американских войск по поддержке европейских союзников в странах, граничащих с Россией. И на восточном фланге Альянса в случае возникновения конфликта с почти равным противником, сообщает телеканал. В маневрах будут задействованы более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тысяч боевых машин. Швеция, которая надеется вступить в Альянс в ближайшем будущем, также примет участие в учениях. Последний раз НАТО проводило сопоставимые по масштабу учения в 1988 году. Тогда в них участвовали 125 тысяч военнослужащих. «Я бы сказал, что большая разница по сравнению с тем, что было год назад, заключается в том, что в вооруженных силах и оборонных организациях произошло много событий», рассказал Euronews Роб Бауэр. «Чего не произошло в наших обществах, так это понимание того, что не только военные должны быть способны действовать в условиях конфликта или войны. В них будет участвовать все общество, нравится нам это или нет. Я не говорю, что завтра все пойдет не так, но мы должны понимать, что мир не является непреложным фактом. Именно поэтому у нас есть планы». Между тем, польское издание Интерия отмечает, что учение «Стойкий защитник» будет имитировать начало Третьей мировой войны. Цель маневров – проверить способность союзников участвовать в конфликте с таким противником, как Россия. Учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. При этом одним из ключевых участников станет Великобритания. Лондон отправляет на учения 16 тысяч солдат сухопутных войск, более 2 тысяч моряков, 400 морских пехотинцев и летчиков, а также 8 кораблей и истребителей F-35B Lightning, в том числе флагман Королевского флота, авианосец HMS Queen Elizabeth. Прошлогодний гороскоп. Как реагирует в России на заявление о войне с НАТО? Заявления западных официальных лиц не остались незамеченными в Москве. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО и остается открытой к диалогу на равноправной основе. В то же время в Москве заявляли, что страна готова ответить на любые угрозы в свой адрес. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России. Здесь все достаточно объяснимо. Европейцы потратили очень много денег на Украину. И в свое время президент Байден назвал это инвестицией в понимание американцев. Но если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела. И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. Им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага, заявил Песков. При этом он отметил, что огромная Россия всегда была для Западной Европы идеальным внешним врагом. Тем более Россия в состоянии, когда медведь проснулся и вылез из берлоги, когда его разбудили. Сознательно разбудили. И вот они этим занимаются, подчеркнул Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в немецком Билд о подготовке к столкновению НАТО с Россией. Почитала немецкий секретный план, слитый в инфопомойку Билд. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесферу предоставил германский МИД под руководством Бербок, написала Захарова в своем телеграм-канале. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев обращает внимание, что Билд опубликовала секретный документ Минобороны Германии как раз в разгар протеста в стране и обвала популярности правящей коалиции и лично канцлера Олафа Шольца. Сейчас в Германии противостоят по сути только две силы – прогерманская и проамериканская. Если раньше оба направления считались синонимами, то сегодня это два взаимоисключающих вектора. И опросы показывают, что партии либерально-атлантического центра проигрывают в популярности прогерманским краям, которых чем больше демонизируют в глазах избирателей, тем привлекательнее они становятся. И вот популизму решили противопоставить основательность и авторитет, причем внепартийный. Расчет на специфику немецкого обывателя. Он особо доверяет профессионалам и людям в форме. Не случайно Бундесвер и министр обороны Писториус в лидерах по доверию, написал Косачев в своем телеграм-канале. Перед Берлином, продолжает Косачев, стояла непростая задача – напугать обывателя, заставить население тратить еще больше на проект Украина, а также поддержать своего заокеанского партнера, который явно ведет немецкую экономику к краху и сам при этом больше всех наживается на конфликте. Нет смысла обсуждать, насколько реалистичны предложены авторами и сливщиками сценарии будущего конфликта России с НАТО. Цель слива вовсе не в том, чтобы показать уровень анализа, который, конечно же, ведется в любой стране на том или ином уровне. Но в данном случае немцы подводят к мысли, которую озвучивать в лоб не очень этично. Зато она легко формулируется в голове после ознакомления с мнением экспертов. «Пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра». И это вполне соответствует тому, что продвигают и сами нынешние защитники Европы. «Дайте лучше нам деньги и оружие сейчас, чем вам потом воевать самим», – отмечает Косачев. В то же время первый замглавы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что теоретически войны НАТО с Россией исключать нельзя. Однако публикации в «Желтой прессе», к которой относятся и Билд, доверять точно не стоит. По его словам, сложно представить, что спецслужбы Германии допустили утечку данных, если бы действительно разрабатывали подобные сценарии войны с Россией. «Вспомните план гитлеровской Германии Барбаросса. Все содержалось в строжайшем секрете, а здесь утечка прямо в СМИ. Полагаю, такой информации верить не стоит», – сказал сенатор в интервью парламентской газете. Отвечая на вопрос, почему прогнозы о войне НАТО и России появились именно сейчас, сенатор не исключил вариант, что натовцы хотят таким образом подтолкнуть Россию к началу переговоров по Украине. При этом Джабаров также не сбрасывает за счетов и то, что, учитывая желтизну издания, в Билд просто захотели поймать хайп, напугающий все теми неизбежной войны. Бдительность и еще раз бдительность. Как реагируют в Беларуси на учения НАТО и ситуацию у границ? Можно ли списать публикацию Билд или оценки западных официальных лиц касательно большой войны с Россией на попытку словить хайп или стремление запугать собственное население? Вполне возможно. Однако, можно ли игнорировать тот факт, что на восточный фланг НАТО постепенно стягиваются военные силы, и здесь же Альянс готовится провести крупнейшее учение, репетирующее войну с Россией? Безусловно, нет. Маневры НАТО вблизи белорусской границы находятся в поле зрения Минобороны Беларуси. По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил, первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича, возможности белорусской армии позволяют противостоять силам, которые будут задействованы в учениях НАТО и продемонстрировать адекватный ответ на любые угрозы. Речь о комплексе учений «Стойкий защитник», который дополнен «Защитником Европы». Так, с февраля по май текущего года пройдут учения под общим названием «Защитник». Они объединят десятки тысяч человек. Как подчеркнул Гулевич, размах этих учений очень большой. «Происходит действительно выход на более высокий уровень по применению сил и средств НАТО. Естественно, наши вооруженные силы мы в первую очередь контролируем и отслеживаем ситуацию как на земле, по созданию группировок, так и в воздухе. На время проведения учений будут наращиваться наши возможности по разведке для того, чтобы контролировать то, что происходит на сопредельных территориях», — сказал он. По словам Гулевича, учения еще не начались. Сейчас идут организационные мероприятия, подготовка техники, ее переброска в районы предполагаемых учений, оттачивается логистика по созданию группировок. Также начальник генерального штаба прокомментировал готовность страны ответить на возможные угрозы. «Возможности вооруженных сил нашей страны позволяют противостоять тем силам, которые будут участвовать в данном учении. Они смогут продемонстрировать адекватный ответ на любые угрозы, которые будут поступать со стороны Запада», — резюмировал он. К бдительности на фоне милитаристской обстановки в соседних странах призвал президент Беларуси Александр Лукашенко. Соответствующее заявление он сделал 23 января при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году. Глава государства отметил, что это мероприятие традиционное, из года в год повторяющееся, но очень важное в силу той обстановки, которая разворачивается вокруг Беларуси. Сегодняшнее решение на охрану государственной границы имеет свою особенность в том, что у нас особая ситуация. На юге война, на западе Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже. Подчеркиваю, и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены, — сказал президент. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знают и бойцов этих отрядов, которые готовы уже воевать против собственной страны. Поэтому, как я всегда военным говорю, и особенно министру обороны, мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря. Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому бдительность и еще раз бдительность призвал президент.